Шалом вам драгоценный! Я приветствую вас во имя Господа Иисуса Христа! Это потрясающее время от Господа! Это вновь программа «Слово из Иерусалима». Я нахожусь сегодня не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. По некоторым хорошим обстоятельствам, так как у нас проходит семинар для пастыров и для лидеров мессианских общин в Церкви Израиля. Сегодня со мной здесь драгоценный сосуд Божий, епископ из России, из города Волгограда Алексей Рудинки. Добро пожаловать, пастырь! Спасибо! Мы рады видеть вас на этом месте, мы рады, что вы приехали послужить народу Божьему. И я хочу сказать, что то, что вы высвобождаете, это на самом деле живет в нашем духе, но это приносит еще больше ободрения. И это говорит нам о том, что мы на правильном пути. Мы идем, куда Бог нас призывает. И я хочу засвидетельствовать, что вы сегодня пророчествовали в мою жизнь. Вы пророчествовали в мою жизнь. И до этого за полминуты Бог мне сказал то же самое. И я сказал Господу, хорошо. Знаете, я не хочу делать так, чтобы Господа ставить в такое положение. Я тебя испытаю сейчас. Нет. Но я говорю, хорошо, Господь, я сам себя испытываю. На самом деле, правильно ли я слышу? Слышу ли я то, что я слышу, что это от тебя? Как раз о том, что вы говорили. Кто тебе сказал? И буквально я сказал, хорошо, если это так. Сейчас пастор будет молиться, и он будет говорить то же самое слово на меня. И вы меня позвали, и это было просто от Господа. Я благодарен Господу, благодарен вам, что вы послушны Господу. Наша программа сегодня об исцелении. И я сразу хочу, забегая вперед, сказать, откройте свои сердца и примите это пророческое слово. Об исцелении. Я прочитаю такое местописание, это Псалом 106 и 20 стих. Послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Просто я знаю, что вы двигаетесь в этом помазании исцеления. У вас множество исцелений в служении. Расскажите нам, как получить это исцеление, потому что оно уже даровано. Но, что касается всей этой ситуации, хочу сказать всем привет. И очень счастлив и рад быть как раз здесь, в Иерусалиме. Вот для меня это большая честь и благословение ходить по тем местам, где Иисус был и совершал вот эту всю работу. И вот это конкретное слово, которое мы сейчас рассуждаем или говорим, дело в том, что в то время Израиль нуждался. У них было три проблемы, когда они находились в рабстве. Во-первых, они были рабами, им нужен был избавитель. Во-вторых, они были нищие, потому что так как рабы, они ничего своего не имели. И в-третьих, они были больны. И вот, что касается Бога, то есть Он проявил себя таким образом, что Он высвободил свое слово и ответил на все их три нужды. Это были три проклятия, которые приходили через закон, потому что они не послушались Господу. Да, они не послушались Господу, поэтому они оказались рабами, они оказались теми, что они были нищие, ничего не имели. И они были больны. Практически сегодня это то же самое происходит с людьми. Люди, которые не слушаются Господа, далеко от Господа, они находятся в этих же проблемах. То есть нищета, рабство, рабство от греха, зависимость, разрушение семьи, отношений. И то, что также это болезни. Болезни, что касается души, что касается той сферы и также самофизической. И сегодня многие люди нуждаются в исцелении. Но что самое интересное, что уже есть то, от чего мы можем отталкиваться. То есть есть Господь, который уже совершил. Писание говорит, что Он взял на Себя все наши немощи и все наши болезни. Написано, что Он прощает все наши беззакония и исцеляет все недуги наши. Вот это слово уже послано сегодня. То есть высловано точно так же, как для Израиля. Бог высвободил свое слово и исцелил их. И когда они вышли из Египта, то есть не было среди них ни одного больного. Да, так написано. Пастор, что же нужно сделать людям, для того, чтобы принять это слово? Потому что многие люди, они вроде послушаются Господу. Знаете, в последнее время я говорю людям, на самом деле все просто для того, чтобы ходить в благословениях. Я считаю, что божественное здоровье это благословение от Господа. И вот такой вопрос. Что все просто, я имею ввиду, исполняй волю Божью и ты будешь здоров. Ну что же нужно сделать людям, для того, чтобы войти в это исцеление и принять его для себя? Почему я это спрашиваю? Потому что многие люди, они говорят, я исполняю волю Божью, я служу Господу, я прихожу в церковь, я служу в церкви, я хочу Бога, я нуждаюсь в Боге. Но не могут получить этого исцеления. Что им нужно делать, пастор? Ну, во-первых, это принятие. То есть, очень часто, очень часто мы думаем о том, что это где-то далеко. Очень часто враг говорит, что это не для тебя. Очень часто враг говорит, что это из-за твоих проступков, из-за твоей вины какой-то. Обвиняет. Обвинитель. То есть, он обвинитель. Но дело в том, что очень важно понять, что все то, что Бог уже высвободил, оно уже есть. И вот эта часть принятия, чтобы это стало моим. Это наша часть, чтобы мы приняли? Или это Божья часть? Это наша часть. Это наша часть. Я должен это принять, я должен это взять. Поверить в это, другими словами. Мы должны в это поверить. Но растворить это, не просто поверить, растворить это. Растворить верой, как там написано. Растворить, потому что мы должны войти в это и начать жить этим. Вот что значит растворить. Мы входим в это и начинаем жить этим. Очень часто я наблюдал, например, в своей личной жизни, как происходит исцеление. Потому что, например, когда Господь высвобождает Своё Слово, что касается, допустим, нашего здоровья, очень часто мы, как верующие люди, концентрируем своё внимание на болезни. Вот где есть проблема. И когда мы концентрируем своё внимание на болезни, на проблеме, эта проблема не исчезает, она подавляет нашу веру, подавляет нашу ревность по Богу и наш дух. То есть и мы становимся сломленными. Да. Вот где проблема. Но ситуация следующая. Когда мы имеем это Слово, когда мы имеем Господа, который взял на себя все наши болезни и немощи, и когда у нас есть проблема физически, вот как принять и растворить веру? Мы начинаем думать не о болезни. А фокусироваться на Боге. Мы начинаем. Вот интересно. Вот интересно об Аврааме. Как Авраам не поколебался? Как Авраам остался в вере? Как Авраам сохранил это? Я как-то смотрел этого. Вот представьте себе ситуацию. Писание говорит, что он не помышлял. О чём он не помышлял? Не помышлял о болезнях, не помышлял о том, что он старый уже и так далее. Там интересно. То есть он каждый день сталкивался с тем, что он смотрел на свои руки. И уже кожа ветшала, тело ветшала. Он смотрел на Сару, и Сара уже ветшала. То есть он видел, потому что Писание говорит, что он видел, но он не помышлял об этом. Он не думал об этом. Подождите, если он, пастырь, это очень, послушайте внимательно о том, что сегодня мы говорим вам, потому что это от Господа. Здесь присутствие Божие сейчас. Я хочу сказать, если он не помышлял об этом, он же не мог не помышлять вообще ни о чём. Значит, он помышлял о другом. Интересно. Он помышлял о Боге, написано. Он помышлял о Боге. Например, и смотрите, когда Бог работал с Авраамом, то Бог ему показывал, как посмотри на песок, посмотри на звёзды. То есть вы понимаете, то есть Бог направлял его взор, его внимание. То есть сегодня, сегодня мы очень часто концентрируемся на негативном. Что-то пришло негативное, и мы об этом начинаем думать, мусолить, мы об этом начинаем говорить. Или нам говорят. Или нам говорят. Или факты. И мы всё вокруг этого. А у него это реально было перед глазами. И он смог сохранить себя, чтобы не помышлять о негативном. А вы представляете, пастор, я думаю много об Аврааме, потому что я проповедую и учу об этой теме. И я сегодня вам говорил тоже об этом. Вы представляете, что он был лидером, и на него все вокруг смотрели. И понимаете, наверное, там и слухи всякие ходили. И люди больше увлечены слухами, что о них думают люди, то, что вы говорили вчера тоже. Что о них думают люди, нежели думать о том, что думает о них Бог. Но заметьте одну вещь, что Авраам, написано, он шёл, а хождение в Библии – это жизнь по вере. Он шёл, останавливался, строил жертвенник и приносил жертву. Не говорит ли это о том, что у него были взаимоотношения с Богом? Личные взаимоотношения с Богом. Он познавал Бога всё больше и больше. И он не упускал Бога и не упускал мечту от Бога. Может быть, для кого-то из вас исцеление – это мечта. Но я хочу вам сказать, что Бог – он Отец Светов, и от Него исходит всякий совершенный дар. Он хочет даровать вам это, потому что уже он это совершил, как сказал пастор. Так написано в Библии. Вам нужно просто сфокусироваться на Боге. Я понимаю вас, пастор, чтобы сфокусироваться на Боге, нужны взаимоотношения с Богом. Естественно. Что касается Авраама, смотрите, это не был день, это не был месяц, это не был год. Годы шли, а он не смотрел на негативное. Он взирал на Бога и ожидал от Бога. Понимаете, смотрите, Писание говорит, что мы должны размышлять, как они не заботились иметь Бога в разуме. То есть мы должны думать или иметь Бога в разуме. Мы должны думать о Творце. Поэтому, когда Авраам смотрел на звезды, когда Авраам смотрел на песок, он думал о Боге, который способен творить. Подождите, но мы же духовные личности. Мы же так забываем о нашей душе, что значит разум, воля, эмоции и так далее и тому подобное. Мы думаем о нашем духе, мы такие духовные, мы рождены свыше, наш дух рожден свыше и так далее и тому подобное. Но все-таки, оказывается, есть тот момент, что надо разум обновлять Словом Божьим. Естественно, потому что Писание говорит, чтобы мы во всей полноте. Наш дух душа и тело, да. Душе. И очень часто, знаете, христианство, оно отбрасывает душу. Потому что берет вот это место, что все душевное, там, бесовское. Понимаете? Но это не так. Но наша душа, она реагирует, она воспринимает. Да. И в нашей душе мы должны заботиться о том, потому что как раз, когда мы расцветаем в нашей душе, когда есть вот эти чувства, которые были переводят. Как Иран сказал. Это же отношения с Богом, которые Авраам имел. И он старался вот эти отношения культивировать, потому что наша надежда отсюда, наша вера, упование. А можно сказать так, пастор, вот, 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 у него были взаимоотношения с Богом, это на уровне духа, да. У него были взаимоотношения. И это выливалось в то, что его душа преображалась. Ну, я бы сказал, что не только на уровне духа. Потому что, смотрите, что касается его разума. Вот мы говорим о жертве. Так часто люди приносят жертву, вот, о даяниях, там, о каких-то приношениях. Приносят жертву спонтанно, от своих чувств, от своих каких-то эмоций. Но представьте себе, что для Авраама была жертва, когда Бог ему сказал. Он не сказал ему, выйди на улицу завтра и принеси своего сына. Представляете, ему нужно было идти несколько дней. Ему нужно было размышлять над этим, думать. Представляете? То есть, и Бог сегодня от нас не требует вот такой слепой жертвы. Вот из каких-то чувств, из каких-то побуждений. А когда он размышлял и думал, послушайте, это не было моментально, 7-минутное какое-то решение. Три дня идти. Это очень тяжело. Три дня пути и размышлять. То есть, представляете, он сохранил свой разум. А еще вы сказали такой момент, что он смотрел на песок. Бог с ним говорил на уровне разума также, на уровне души его. Конечно. Посмотри на звезды, которые я создал. Если ты сочетать можешь их всех, посмотри на песок и так далее и тому подобное. Это то же, что Иисус сделал. Да. Он сказал, посмотрите на лилии полевые. Посмотрите на птиц. Да. Вы понимаете, для нас должен быть какой-то пример. Да. То есть, видимая часть, потому что, вот что касается слова, мы принимаем слово в наш внутрь, в наш дух. Но для нас также все окружающее, которое Бог сотворил, оно сопутствует тому, чтобы те слова, которые мы приняли... Это имеет влияние на нас. Они должны быть растворены верой. Да. И есть масса подтверждений, где Бог как бы проявляет себя. Да. Например, даже вот такой момент. Когда мы сделали порез в нашем теле, допустим, порезали палец. Да. Вот, допустим, у меня вот здесь была рана. Я ударился об стенку, когда чинил кран. И смотрю, оно уже все заживает. Это же тоже как свидетельство того, как Бог сотворил нас. Он уже заложил в нас само исцеление. Само исцеление. Аминь. Само исцеление. То есть, мы сохраняем нашу жизнь. Наш организм сохраняет жизнь. Борется за жизнь, за исцеление. Послушайте, и плюс к этому мы имеем еще слово. Что ранами его мы исцелились. То есть, у Абрама не было этого. У Абрама не было Библии. Не было. Вы представляете, я просто думаю об этом. И я думаю о Новом Завете. Новый Завет превосходнейший. Потому что Новый Завет, основание его на том, что Сын Божий пришел в этот мир. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единоводного. Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы знаем, что болезнь, она на самом деле приходит от погибели. Она приходит от смерти. Это Дух. И мы знаем еще одну вещь, что Бог говорит, если я даровал его и не пощадил его, в римлянах написано. То как не даруй с Ним и всего, значит и исцеление. Знаете, пастор, я слышу в своем духе, хочу высвободить это слово знания. Есть какая-то женщина, которая смотрит нас, тебя зовут Мария. И Бог исцеляет твое горло. Ты не могла петь практически. Ты должна петь, потому что Бог призвал тебя петь. И не могла. Бог сейчас исцеляет тебя. Принимай свое исцеление во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас кто-то смотрит передачу, и вы лежите буквально на кровати. У вас проблема со спиной, с позвоночником. Вы не можете встать вообще. Ноги перестают ваши двигаться. Прямо сейчас сила Божия сходит в вашей комнате. На вас вы получаете исцеление. Как огонь проходит по вашей спине. Просто примите. Вставайте со своей кровати. Начните двигаться. Господь исцеляет вас прямо сейчас. Аллилуйя. Да, я переживаю помазание просто сейчас. И на самом деле, знаете, а давайте поговорим еще немного о такой проблеме или болезни, как депрессия. Потому что, знаете, иной раз людям легко принимать исцеление тела, но исцеление души именно, потому что мы сегодня много говорили с вами о душе, исцеление именно души тяжело им принять. Но что касается души, вот один муж Господень, он говорит о своей душе. То есть, понимаете, Писание говорит, владеющий собою. Своими эмоциями, чувствами. Лучше, чем завоеватель города. Сколько сегодня таких людей, героев, имена, чьими названы города. А Писание говорит, тот, кто владеет собой, тот, кто владеет своей душой. И Давид, он приказывал своей душе. Он говорит, душа слава Господа. Потому что в душе не хочется славить Господа. Знаете, как христиане верующие, многие смотрят на нас, пастору, и говорят, ну что вам, пастора? Слушайте, мы тоже с такого-то самого теста. Да. Мы слеплены с такого же, то есть тело. А может, у нас больше благодать есть, как некоторые говорят. Послушайте, вот что самое интересное, я удивляюсь многим людям, когда они выделяют пасторов в какой-то особый рамк и говорят, ну что вам, пастора? Как будто они не люди. У нас то же самое чувство. И очень часто нам не хочется молиться. Нам не хочется читать Библию. Нам не хочется поститься. И мы переживаем это. Но когда мы владеем собой, когда мы владеем своим телом, потому что это в нашей воле, власти, Иисус сказал, рука твоя соблазняет. То есть буквально, буквально смотри, убери руку, убери глаза. Знаете, ну бывает же такое, когда даже на служителей приходит унылый дух. Бывает, конечно. Уныние. И ты вроде бы что-то делаешь, 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 делаешь. И депрессия. Ну почему я не вижу? Многие люди, вы находитесь в этом духе депрессии. Этот дух депрессии атакует вас, потому что вы хотите расставить все по своим местам, как вы видите. И вы хотите, чтобы было в то время, в какое вы задумали. Но вы должны знать, что один день как тысячи лет и тысячи лет как один день. И это от Господа. Бог расставляет все по своим местам. Вам не нужно печалиться по некоторым вещам. Многие люди печалятся, пастырь. Потому что они входят в депрессию, потому что они вроде бы не видят ответов на молитвы. И эта депрессия, она как болезнь, она начинает просто кушать людей. Даже можно сказать, простите за такое выражение, она жрет людей. Но вот интересно, депрессия это друг одиночества. Вау. Когда люди заходят в одиночество со своими проблемами, и враг души человеческой пытается показать им, что смотри, у тебя проблемы, у других нет. И отсюда начинается депрессия. И можно сказать, что если человеку нужно просто, он обязан вернуться в общество. Естественно. И он должен иметь друзей, просто друзей, те, которые могут ему помочь. Естественно. Те, которые могут его ободрить. А есть люди, которые сейчас, наверное, слушают нас и говорят, а у меня нет таких друзей. Но я не верю в это. Но Писание говорит, если ты хочешь иметь друзей, то сам будь дружелюб. То есть нам нужно стремиться к тому, чтобы иметь общение. Писание говорит, что когда мы имеем общение друг с другом, то уже происходит определенный процесс. Бог работает над нами. Потому что кровь циркулирует. Кровь Сына Божия очищает нас от всякого греха. То есть без всяких молитв, без всякого поклонения. Просто мы общаемся. А Он среди нас. И Он производит свое определенное действие. И когда мы попадаем вот в эту ситуацию, в депрессию, нам нужно найти тех людей, кто бы нам мог вместе, мы могли бы общаться, кто бы нас мог поддерживать. И мы могли бы говорить, например, есть определенные интересы. Ну ищите друзей, которые имеют одинаковые интересы. Да. Например, интересы, допустим, та же рыбалка, хобби какое-то. Но я знаю, что вы главный рыбак России. Да. Я знаю, что вы. Многие так говорят. Но дело в том, что вот, например, даже смотрите, вот такая ситуация, что само то, что человеку нравится, то хобби его, оно открывает многие двери. Вот я, например, в России, допустим, когда прихожу в кабинет какого-то чиновника или госслужащего, я смотрю, что у него на стенах. И можно видеть там кораблики какие-то. И понимаешь, что это его хобби, это его интересы. Когда начинаешь об этом говорить, он зажигается. И потом через, он говорит, у меня только 10 минут или там 5 минут, чтобы с тобой это. Проходит полчаса, и потом он вспоминает, проходит час, он говорит, слушай, а о чем, ты с чем пришел? Ты с чем пришел. То есть, понимаете, вот как раз, когда речь идет о депрессии, то есть есть то, что люди чем живут, откуда они получают силу. Даже вот такой момент, когда я говорю о семейных отношениях. До брака, например, невеста, она поддерживает жениха, она готова с ним ехать на рыбалку, на охоту, разделять его хобби. Но когда они поженили, все, она как будто бы забыла. Или он тоже самое там ходил в магазины с ней, но она восполняет свою душу, он восполняет свою душу, то есть он получает. И как раз вот эти моменты, они очень важны. Что касается исцеления души, особенно от депрессии. Потому что есть вещи, где человек получает, допустим, кто-то может сходить и рассматривать автомобиль. А кто-то может ходить в магазин и смотреть, ничего не покупая, но он оттуда возвращается, восполнен своей душой. Другими словами, для того, чтобы выйти из депрессии, одно из лекарств, это не оставайся один. Не оставайся один. Ты слышишь меня сейчас, ты слышишь о том, что говорит пастор Алексей, не оставайся один. Потому что, знаете, когда мы остаемся одни, и когда особенно мы в таком положении, и мы в депрессии, и в унынии, он вообще, говорится, унылый дух сушит кости. Но это то, что произошло с Ильей, когда он пришел перед Богом. Понимаете, ситуация пришла в его жизнь, он уже не хотел жить. Он пошел под можжевелый куст, а можжевелый куст, свойства его, колючки его выделяют определенный яд. И он уже хотел умереть, потому что ему казалось, что он один. А когда он пришел к Богу, а Бог говорит, И среди Израиля 7 тысяч человек, которые не преклонили свою колену перед Богом. А он забыл, что еще были 100 пророков. 100 пророков, которые Изавель не смогла достичь, не смогла их убить. Были люди, которые проходили также определенные. Я хочу вам сказать то, что сегодня пастор Алексей высвобождал. И вчера мы слышали, что ты думаешь, что ты один это проходишь. И ты проходишь самые страшные вещи. Но у меня есть слово для тебя. Даже если бы ты один жил на этой земле, планете Земля. Иисус пришел бы и умер за тебя и воскрес для твоего оправдания. То тем паче он может тебя исцелить, освободить и наполнить духом своим. Просто раствори это слово сегодня верой. Пастор, я хотел бы попросить вас, чтобы вы помолились за людей. Потому что они ожидают. Мы получаем множество свидетельств. У нас есть несколько программ, таких как Слово из Иерусалима, как сегодня. Огонь Сиона, это где проповеди больше. И также прямые эфиры. И знаете, люди посылают нам письма, просьбы. И просто иной раз до глубины души касается это меня. И просто слезы идут. Потому что люди на самом деле по всему лицу Земли, они сегодня нуждаются не во многих вещах, но в конкретных. Это исцеление. Это так. Это восстановление судеб. Это восстановление личности. Это восстановление семей. Поэтому у нас осталось буквально две минуты. Помолитесь, пастор. И я знаю, что вы двигаетесь в этом помазании. Хотел бы, чтобы все, кто смотрит эту передачу, просто положите свою руку на свое сердце. И там, где вы есть, Дух Божий будет производить работу. Я не знаю, какая ваша проблема. Проблема ли души. Проблема ли отношений. Восстановление семьи. Или может быть физическая какая-то болезнь. Это не играет никакой роли. Бог там, где ты сейчас, Духом Своим. Отец, я молю тебя за всех телезрителей. Прямо сейчас. Твоя сила на них, твое помазание. Пускай ты восстановишь то разрушенное. Пускай ты прикоснешься. Всякий дух депрессии пускай уйдет. Пускай люди начинают расцветать. В душе, в духе. Имея глубокие отношения с тобой. Чтобы твоя слава была высвобождена. Ранами твоими они исцелились. Всякий дух болезни и немощи пускай уйдет прямо сейчас. Сила Божия на тебе. И болезнь оставляет тебя. Будет сотни, тысячи свидетельств после этой программы. Вы увидите славу Божию. Бог верен своему слову. Он вчера, сегодня и вовеки. Он твой целитель. Он твой Господь. Он твоя помощь от Сиона. Да благословит вас Господь. Спасибо, что вы были с нами. Аминь. Знаете, я также хочу сказать, что есть какой-то человек. Его зовут Яков. Бог исцеляет твою голову. У тебя есть постоянные боли в голове. Бог исцеляет тебя. Прими свое исцеление во имя Иисуса. И на самом деле я благодарен вам. Спасибо, что вы посетили нашу программу. Спасибо, что вы согласились. И мы любим вас. Спасибо. Мы нуждаемся в друг друге. Это на самом деле помазанное время от Господа. И будем строить эти отношения и вместе служить Богу. С вами сегодня были пастырь Алексей Руденький и пастырь Оран Явари. Мы любим вас, а Бог любит вас еще больше. Встретимся в следующей передаче. Шалом вам, драгоценные. Вы только что просмотрели программу «Слово из Иерусалима». И мы говорим о исцелении. Вы знаете, что легко принимать Иисуса Господом и Спасителем, но тяжело Его принять Целителем. Точно так же, как Он Господь и Спаситель, Он наш Целитель. Иисус наш Целитель. Ранами Его мы исцелились, написано. Поэтому исцеление – это для тебя. Я не знаю, чем вы болеете. Я не знаю, что вас тревожит, какая немощь в вашем теле. Но Иисус может все. Он пошел на крест и забрал наши немощи и болезни. Поэтому примите это верой, откройте свои сердца и примите это. Я благословляю вас. Пусть Бог обильно благословит вас своими Иисуса Христа. Я также хочу поблагодарить наших партнеров, соработников на Ниве Божьей. Спасибо за вашу верность. Вы служите нам своими молитвами и финансами. Бог не просто не забудет этого, Он воздаст вам старицей. Он воздаст вам во сто крат. Обильно воздаст. Потому что Он сказал, сеяние, жатва вовеки не прекратятся. Он Сам, который может сделать несравненно больше, чего мы просим или помышляем, ответит вам на ваши молитвы. Если вы еще не стали нашим партнером, откройте свои сердца. Если Бог проговаривает ваше сердце, не пастырь Орен, Бог, то станьте нашим партнером. Вы можете видеть наши координаты. После этой программы напишите нам, и мы ответим вам. Так же, если ты не знаешь Иисуса и не принял Его своим Господом и Спасителем, повтори за мной эту молитву. Скажи, дорогой Бог Отец, я грешный человек. Я признаю это. Я каюсь. Прости мне мои грехи. Омой, очисти меня кровью Иисуса Христа. Господь Иисус, я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания на третий день. Я открываю свое сердце, и я прошу Тебя, войди в мое сердце. Стань моим Господом, Спасителем и Целителем. Крести меня Духом Святым и помоги следовать за Тобой. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Если вы помолились этой молитвой, вы дети Божьи, вы наши братья и сестры. Бог любит вас. Пусть Бог обильно благословит вас. Напишите нам, и мы ответим вам. С вами был сегодня пастор Орен Левари. Пастор мессианской общины, царь Великой Славы. Я люблю вас. И мы все любим вас в этой церкви. Мы молимся о вас. Пусть Бог обильно благословит вас. Но знайте, что Бог любит вас еще больше. И всегда, когда вы обращаетесь к Нему в молитве, Он слышит вас. Он знает каждый ваш день. Но Он знает полностью, в чем вы живете. Не беспокойтесь. Он обязательно услышит и ответит вам. Пусть Бог благословит вас. Шалом из Иерусалима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok